На Беларусь 4 программа де-факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и анализируем чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Без ДТП с погибшими, в отсутствии снегопадов, обстановка на дорогах области стабилизировалась. Жили на широкую ногу. В России вынесли приговор банде воров-домушников из Гомеля. Дело черных риэлторов. Завершено расследование в отношении группы мошенников, торговавших чужими квартирами. Когда счет идет на секунды. Специальный репортаж Алексея Немкевича о работе гомельских спасателей. А также, когда дети в опасности. Как защитить от чрезвычайных ситуаций тех, кто только начинает познавать мир. Все о факторах безопасности в комментарии гостя программы. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказалось немалое количество чрезвычайных ситуаций. 290 килограммов на свае нашли сотрудники оперподразделения органов погранслужбы в одном из гаражей города Мозыря. Крупная партия некурительного табака была тщательно распасована в 29 мешков. Установлено, что вещество приобреталось в Российской Федерации и незаконно возилось на территорию нашей страны. Владельцем багажа оказался 27-летний гражданин Беларуси. Буквально три месяца назад его задерживали пограничники за попытку провести в рейсовом автобусе «Москва-Мозырь» 120 килограммов некурительного табака. Сейчас молодой человек передан сотрудникам Мозырского РУВД для дальнейшего разбирательства. Сложные погодные условия, обгон, ДТП. В Октябрьском районе водитель проигнорировал запрещающий знак в результате лобовое столкновение. В аварии пострадали женщина и ее трехлетний ребенок. В результате происшествия пострадали два человека у автомобиля «Фольксваген Шаран». Это 29-летняя девушка, а также трехлетний ребенок, который находился на руках у матери. Оба пострадавших были заставлены в Октябрьскую больницу. Всего же за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 83 ДТП, в которых телесные повреждения получили три человека. Погода добавила сложностей и другим автомобилистам. Так, под Светлогорском микроавтобус съехал в Кювет и перевернулся. Ставить на колеса автомобиль пришлось спасателям. Из снежного заноса пришлось высвобождать и машину аварийной газовой службы. Автомобиль застрял в Гомеле по улице Коралловая. В обоих случаях никто не пострадал. Снегопады повлияли и на паводок. Под водой оказались сразу несколько дорог. Некоторые временно закрыты для легкового транспорта. Пострадали также подворья и хозпостройки в Житковичском, Петриковском, Брагинском, Мозырском и Речицком районах. Два грузовика опрокинулись на трассе Р-82 в Светлогорском районе. В Кювете оказались автомобили МАЗ и ДАВ. ДТП произошло неподалеку от населенного пункта Еланы. МАЗ двигался в жесткой сцепке с ДАВ. Буксируемый грузовик был неисправен. Его пытались доставить в Витебскую область из России. В результате дорожно-транспортного происшествия оба автомобиля получили механические повреждения. А под Калинковичем в результате заноса на трассе госпитализация понадобилась 30-летней женщине. Она не справилась с управлением своего автомобиля Рено Меган на скользкой дороге. В итоге ее машину снесло в кювет прямо на дерево. Когда сосед на вес золота. Следующий случай – пример героизма в отношениях между односельчанами. В деревне Выношевка Кармянского района сосед спас мужчину из горящего дома. Еще до приезда спасателей, увидев пожар, он бросился внутрь пылающего строения. Обнаружил там спящего хозяина и на руках вынес его на свежий воздух. Очнувшись на улице, пострадавший не сразу понял, что благодаря соседу чудом спасся на пожаре. В Житковичском районе сотрудник милиции, заступивший на охрану общественного порядка на избирательном участке, помог раскрыть хищение 200 килограммов муки с молочно-товарной фермы. Обходя здание, милиционер увидел старенькую Audi 80, которая везла за собой пустую гужевую повозку. Прибывшие, по сообщению милиционера, сотрудники ГАИ остановили немецко-белорусский тандем из авто и повозки на выезде из деревни. Водитель, не имеющий при себе прав, не стал отрицать, что везет 8 мешков украденной муки. Вступил в силу приговор суда трем участникам банды воров из Гомеля, которая грабила квартиры в нескольких регионах Российской Федерации. Ярославским полицейским понадобился год для сбора улик и доказательств. Резонансное дело заняло 27 томов. Преступная троица орудовала в нескольких областях России, в том числе Брянской, Орловской, Калужской и Ярославской. Вооружившись самодельными отмычками из маникюрных инструментов, грабители выносили ювелирные украшения, шубы, телефоны, ноутбуки, а также раритетные монеты, медали и ордена. 44-летний главарь банды получил почти 9 лет колонии особого режима, его подельник – 3 года 10 месяцев. На 3 года осуждена женщина-соучастница. Кроссовки в обмен на марихуану. Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств в отношении трех жителей Гомеля. Два молодых человека 20 и 22 лет дважды сбывали наркотик 19-летнему знакомому. Причем в одном из случаев более 50 граммов обменяли на пару обуви. Все трое обвиняемых состоят на учете в Гомельском областном наркологическом диспансере. Младший фигурант ранее уже привлекался к ответственности за приобретение и хранение психотропных веществ. Сдали нервы. Бесправный водитель мотоцикла выдал сам себя в то время, как сотрудники госавтоинспекции проверяли другого участника дорожного движения. Курьезная ситуация произошла вблизи деревни Долголесье Гомельского района. Инспекторы проводили запланированный рейд, когда их внимание вдруг привлек засуетившийся мотоциклист. Увидев издалека людей в форме, он вдруг поменял направление движения, съехал в поле, бросил транспортное средство и бросился на утек. Однако по глубокому снегу беглец далеко не ушел и спустя несколько минут уже подписывал три протокола. Уголовное отдел о незаконных сделках с недвижимостью, заведенное по материалам оперативной деятельности сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь по Гомельской области, завершено, сообщили в управлении Следственного комитета. Житель Гомеля, 1973 года рождения, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности и получения дохода в особо крупном размере, разработал механизм совершения хищения имущества и денежных ценностей под видом гражданско-правовых сделок между людьми. С целью сокрытия преступлений и сведения рисков к минимуму, фигуранты пошли на меры конспирации. С 2010 по 2015 они обманом завладевали недвижимым имуществом разных людей, находили квартиры тех, кто умер и не имел наследников, искали хозяев, злоупотребляющих спиртным, выходили на людей, которые долгое время не проживали по месту жительства или имели задолженности по уплате коммунальных. Под различными предлогами махинаторы склоняли жертв обмана к продаже жилья, обещали на выгодных условиях найти им квартиры с меньшей площадью, но на деле не выполняли обязательств. Все это происходило различными способами, вплоть до того, что иногда спаивали людей, иногда предлагали заключить фиктивный брак и, получив доверенность, переоформляли квартиру несколько раз у знакомых нотариусов и впоследствии квартиру данную продавали добропорядочным гражданам. А самого потерпевшего оставляли на улице ни с чем. Прибывая в продолжительном запое, сопряженном с употреблением медпрепаратов и оказавшись в какой-то момент без крыши над головой, люди не могли вспомнить и дать объяснение, как это с ними произошло, каким образом они лишились своих квадратных метров. Проводилось несколько экспертиз с нескольким пострадавшим гражданам в отношении деяний по мошенническому завладению жилыми помещениями. Ситуации такие были. Исследовался вопрос о возможности давать их показания. По нескольким экспертизам пришли к выводу, что вследствие восстановления психического расстройства не могут давать показания. Они понимали на момент ситуации, что происходило и как происходило, но вследствие развившихся у них заболеваний на момент исследования не могли давать показания. В случае, если наследников лакомых квартир найти не удавалось, то для сделок купли-продажи черные риэлторы подделывали нотариальные документы. На подставных лиц оформляли сначала наследство, а потом проводили приватизацию и продавали отжатые квадратные метры. Деньги делились между всеми участниками преступной группы. Все квартиры для последующих махинаций должны были быть неприватизированными. В ряде случаев преступники оформляли доверенности от якобы родственников умерших жильцов этих квартир и впоследствии квартиры забирали себе. Расследование отдельных эпизодов преступной деятельности, связанных с подделкой документов Российской Федерации, осуществлялось во взаимодействии с российскими правоохранителями. Значимый вклад в установление подлинности документов по купле-продаже недвижимости внесли сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз. Экспертами города Гомеля проведено более 40 экспертиз, подчерковедчики технических экспертиз документов, в результате которых были сформулированы выводы о том, что часть подписей в документах выполнена не владельцами. А также было установлено, что часть оттисков печатей нанесены ненотариальными конторами Российской Федерации. Следственными органами установлено не менее 16 незаконных сделок с недвижимостью, совершенных на территории Гомеля, Гомельского, Ветковского и Будокошелевского районов. Общий ущерб составил 400 тысяч рублей. На момент окончания следствия он был возмещен практически полностью. В состав организованной преступной группы входило четверо человек. Две женщины и двое мужчин. В настоящий момент один мужчина находится в розыске, один по домашним арестам, и мужчина и женщина содержатся в СИЗО. Максимальный срок, который предусмотрен за инкриминируемые им преступления в виде мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, а также кражей, предусмотрен не более 10 лет лишения свободы. В ближайшее время организатор группы и два его подельника, мужчина и женщина, ответят перед законом. Уголовное дело о черных риэлторах изучено прокурором и направлено в суд. Ежедневно сотрудникам МЧС по долгу службы приходится спасать человеческие жизни. Вызовы о пожарах, дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях, в которых нужна помощь людям, неотъемлемая часть работы людей в касках. Нередко в спасении нуждаются дети, и тогда счет идет на секунды. О том, в какие ситуации лучше не попадать и о каких правилах безопасности нельзя забывать ни при каких обстоятельствах, специальный репортаж Алексея Немкевича. Этот прямоугольник под окнами многоэтажки вряд ли вписывается в интерьер Гомельского двора. Так называемый «куб жизни» спасателям пришлось растягивать после сообщения о том, что на пятом этаже у открытого окна на подоконнике находятся двое детей. Инцидент произошел еще в начале года и закончился без последствий. Но своей актуальности и случай не потерял. Случаи оставления детей одних дома нередки. В настоящее время сейчас дети находятся на каникулах малолетние. Поэтому Министерство по чрезвычайным ситуациям рассматривает такую ситуацию, когда дети остаются одни дома, как чрезвычайное происшествие. Решать эту проблему в МЧС решили с помощью мультфильмов. Таким образом спасатели хотят достучаться до родителей, а главное – обезопасить детей. На подоконнике нельзя играть и становиться на него. Москитная сетка не выдерживает вес человека и можно упасть. Вранье! Можно играть! Вот смотрите! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Глупый пес! Насколько такой подход эффективен, пока неизвестно. Однако, как отмечают эксперты, малыши иногда остаются дома одни из-за случайного стечения обстоятельств и должны знать элементарные правила. Доходя до курьезов, имел место случай в городе Речице у нас, когда мама пошла выносить мусор, ребенок остался один дома, захлопнул дверь. Помогать пришлось спасателям. Сотрудник МЧС при помощи автолестницы поднялся на четвертый этаж, открыл дверь. Забираться в окна многоэтажек, проходить через огонь – это обычная работа спасателей. Для того, чтобы сделать ее качественно, тренироваться приходится фактически каждый день. Например, эта дымокамера специально спроектирована, чтобы воссоздать реальную обстановку на пожаре. Работать приходится в условиях нулевой видимости. Бойцы учатся выполнять задания и находить пострадавших практически на ощупь. За всем этим внимательно следят инструкторы. Жизненно важная необходимость для спасателей – быстро одеваться. Мне предстоит еще долго тренироваться, а профессионалы делают это за 15 секунд. От того, насколько быстро боевой расчет сможет выехать, зависит человеческая жизнь. Поэтому передвигаются во время тревоги здесь исключительно бегом. По словам спасателей, сейчас самые распространенные причины вызова – это пожары из-за печного отопления, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и помощь застрявшим в сугробах и заносах на дорогах. Последнее стало актуальным из-за прошедших снегопадов. Алексей Немкевич, Александр Харлампов – специально для де-факто. Когда в центре чрезвычайных происшествий оказываются дети, это очень печально. Минутная безответственность со стороны взрослых может обернуться непроходящим чувством вины. О том, как уберечь и себя, и своих детей от опасных ситуаций, поговорим с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Николаевич, в Гомельской области с начала года произошло немало вызовов в службу спасения, когда люди сообщали о том, что дети находятся в опасном положении. Как закончились эти происшествия? Все ли они были благополучны для детей? И какие уроки можно извлечь из этих ситуаций? Все данные происшествия, они закончились благополучно, разобраны. И в прессе, чтобы такого не поступало, они озвучены в прессе. И, соответственно, здесь вывод один. Это надо работать, используя любые площадки со взрослыми, чтобы, в первую очередь, просматриваться их халатность, отношение к детской безопасности. И здесь вот даже ваша передача, это и есть та площадка, где еще раз обратиться к взрослым по этой проблеме. Но вот что касается детей, которые остаются дома одни, когда родители уходят в магазин, ну, минут на 20, на 15. Ведь это тоже такие рискованные минуты для детей. Сегодня любой взрослый человек должен для себя прекрасно понимать, что оставленный ребенок один дома – это уже возможность трагедии, которая может произойти даже не от пожара, а от любого другого действия. Даже если это случилось, да, лучшая профилактика – это никогда не оставлять ребенка одного дома. Но если нет другого выхода, то взрослый должен прекрасно понимать, что он должен отдавать отчет, чем ребенок будет занят, оставшись один дома, ни в коем случае его не закрывать, объяснить о тех последствиях, которые могут привести к возникновению пожара, как себя вести, что прятаться в доме либо в квартире ни в коем случае нельзя, а надо покинуть помещение. То есть весь комплекс вопросов должен быть решен. И, конечно же, сегодня должны использовать мобильный телефон для того, чтобы периодически смотреть, чем же занят ребенок дома. Дети на пожарах – это всегда страшно. Каковы главные факторы риска? Это безнадзорность детей. То есть ребенок предоставлен сам себе, он не понимает степени опасности, риска игры со спичками, да, он перенимает от родителей, зажигает газовую плиту, льет то подсолнечное масло на сковородку, потому что оно ему нравится, что оно кипит. И, соответственно, он познает мир. И здесь к родителям только сказать, что оторвитесь от телевизоров, оторвитесь от сериалов, которые мы привыкли смотреть, уделите внимание своим детям. Комплекс мероприятий со стороны соответствующих служб реализуется. Но вся проблема заключается в наших родителях, в наших близких людей, которые воспитывают сегодня несовершеннолетних дома. Когда дети находятся в опасном положении, я имею в виду тех родителей, которые не уделяют должное внимание воспитанию детей, это всегда видно, да, и в первую очередь видно соседям. Как быть? Стоит ли влиять на эту ситуацию? Кому звонить? Куда сообщать, что дети могут быть в опасности и может случиться беда? Ну, моя личная позиция – это обязанность каждого гражданина Республики Беларусь. Если он увидел, что ребенок находится в опасности, как он ее понимает? То ли его оставили одного дома, то родители находятся в нетрезвом состоянии, да, то ли они его ругают, наказывают физически, то любой гражданин, он обязан сообщить. А куда он позвонит? По телефону 101, 102, 103, есть экстренные телефоны. В любую эту службу он позвонит, его сигнал будет принят. И соответствующие службы, поверьте мне, они отреагируют, и с этой семьей будут работать. То есть и первоначальная комиссия по делам несовершеннолетних, которой исполнилось 100 лет в этом году, да, она и настроена на то, чтобы сохранить семью. То есть разрабатываются соответствующие планы защиты, работают психологи с родителями. То есть первоначально семью сохранить. Но если этого не получается, и мы как орган МЧС видим какую-то техническую опасность ребенка в домовладении, то, конечно же, мы настаиваем на то, чтобы детей изымали. Но я повторюсь, что в первую очередь это, конечно, сохранение семьи, потому что ближе ребенку, чем родителей, никого нет. Если проанализировать год прошлый, 2017-й, то в сравнении с предыдущими периодами, как выглядит ситуация с гибелью и травмированием детей на пожарах? В Нагомельской области, к сожалению, в 2017 году произошла гибель ребенка в городе Добруши. И опять же, ребенок был оставлен вместе со своей сестрой и предоставлен сам себе. И они нашли легковоспламеняющую жидкость, которая и способствовала в дальнейшем возникновению пожара и гибели его. Поэтому здесь только еще раз хотелось обратиться ко взрослым. Не оставляйте детей одни. Бывают такие случаи, когда все-таки пожарный извещатель не спасает жизнь. Почему это происходит и каковы причины? Сам по себе автономный пожарный извещатель, он не предупреждает пожар. Он предупреждает о том, что он уже происходит в жилище. И сам по себе человек должен те действия в случае пожара, который ежегодно и расписывается в журнале по технике безопасности, он их должен реализовать. Но, к сожалению, наши граждане, даже если приобретают автономный пожарный извещатель, они его устанавливают там, где им удобно. Сохраняя дизайн комнаты, боясь нарушить какую-то тематику. А правильно ли это? А правильно, конечно, неправильно. Потому что, в принципе, он свои функции, даже если выполнит, но выполнит уже поздно. Когда будет много продуктов горения в квартире, когда человек, вдыхая их, теряет уже свою ориентацию. То есть просто поставить извещатель на шкаф – это неправильно? Недостаточно, конечно, недостаточно. Все мы изучаем физику и понимаем, что продукты горения идут вверх. Его надо устанавливать на потолке. Даже если уже слишком красивый потолок, и супруга запрещает ставить никак, то его можно установить на стене, отступив 10 сантиметров от потолка. Его установить, ну и, конечно, за ним нужен уход, и у него надо менять элемент питания. А зачастую, я уверен, да, это же не пульт от телевизора. Батарейку, если он запищал, достал батарейку, ну и забыл, что эту батарейку надо поменять, потому что есть какие-то другие бытовые важные проблемы. И в большинстве своем случае такие пожары тоже бывают, когда приезжаем, человек погиб, смотрим, автономный пожарный извещатель вроде бы стоял, открываем, смотрим, а там элемента питания нет. Если бы он был установлен, конечно же, он бы его разбудил, и человек имел возможность покинуть опасную зону для своего здоровья. Также это относится к лицам гражданам, которые злоупотребили спиртным напитком. У нас даже в этом году мать спасла с 36-го года рождения, а сын, который злоупотребил, к сожалению, не смог по своему состоянию услышать сработанный автономный пожарный извещатель и погиб на пожаре. Ну и, конечно же, преклонный возраст. Когда гражданин уже в возрасте своем где-то получил воздействие пламени, то есть на нем загорелась одежда, и у него уже из своих возможностей, физических не хватает возможности потушить на себе пожар. Это понятно. А что касается газовых пожарных извещателей? Ведь они получили распространение, как я знаю, в прошлом году, очень так активно стали люди внедрять в свои жилища. От чего спасает данное устройство? Угарный газ – это страшное химическое вещество, которое, в принципе, без цвета, без запаха. И если он достиг большой концентрации, человек вдохнул, то он сразу получает отравление, слабость и теряет сознание, и что приводит к летальному исходу. То есть особенно актуально такое устройство на селе, да, в деревнях? Там, где установлено газовое оборудование, то есть капли газовые. Ну и печное отопление тоже, потому что, к сожалению, наши граждане пытаются экономить, да, и уже когда угли еще остаются, они уже закрывают дымоход. И угарный газ начинает поступать в жилье, потому что ему некуда деваться. Поэтому либо здесь не экономить, либо, чтобы экономить разумно, купите газовый извещатель, и он до конца всегда выполнит свою функцию. Сергей Николаевич, спасибо вам большое за конструктивный и важный разговор. Телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» мы обсуждали вопросы, касающиеся правил пожарной безопасности, вместе с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. И в завершении программы вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили шокирующие и наиболее зрелищные кадры, оказавшиеся на этой неделе в центре внимания не только интернет-аудитории, но и мировых СМИ. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. В Китае автомобилисты оказались в огненной ловушке. На трассе Пекин-Харбин взорвался сжиженный газ. Это произошло после того, как большегруз, который перевозил топливо, вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Сначала топливо растеклось по проезжей части, а после того, как в лужу с горячей смесью заехал легковой автомобиль, оно воспламенилось. Авторы видео не пострадали, но без телесных повреждений не обошлось. С ожогами в больницу были доставлены водитель большегруза и владелец легкового автомобиля. Видео самого нелепого ограбления, по мнению правоохранителей, опубликовала на днях полиция Шанхая. На записи камер видеонаблюдения одного из магазинов видно, как к витрине подбегают двое грабителей. В руках у них кирпичи. Первый бросок и снаряд достигает цели, а вот второй едва не стоил жизни одному из налетчиков. По нелепой случайности, один из грабителей угодил своему напарнику в голову. О дальнейшей судьбе, горе преступников, ничего не известно. Если бы все грабители были такими, нам бы не приходилось работать сверхурочно, прокомментировали инцидент шанхайские полицейские. На волосок от смерти. Это про двухлетнего мальчика из Таиланда, который едва не стал жертвой падения ствола огромной пальмы. Малыш просто играл на улице с родственниками. Как вдруг дерево упало. Ствол раздавил капот припаркованного пикапа и разминулся с головой малыша на каких-то несколько сантиметров. Взрослые не успели отреагировать. Поэтому можно точно сказать, ребенка спасло лишь чудо. В сети набирает популярность видео, на котором запечатлено чудесное спасение ребенка в Стамбуле. На кадрах ролика видно, что прохожие заметили, как малыш свесился из открытого окна и вот-вот упадет. Люди старались криками позвать родителей ребенка и сообразили растянуть белье, развешенное у соседей. В итоге тот упал на импровизированный батут. Родители выглянули в окно лишь после случившегося. Если бы не сообразительные прохожие, трагедии было не избежать. Шла по стоянке торгового центра с маленьким ребенком на руках и угодила под огромный рекламный щит. К счастью, ударил не плашмяк и поэтому не раздавил. Женщина отделалась легкими травмами и испугом. Что до малыша, то он, как сообщается, вообще не пострадал. В Новом Орлеане вор снял с металлической опоры дорожный знак, чтобы украсть пристегнутый к ней велосипед. Раскрыть кражу помогли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как злоумышленник сначала присматривается, а затем начинает реализацию коварного плана. Сначала он приставил к опоре контейнер для мусора, затем, встав на него, скрутил дорожный знак и снял велосипед, подняв его выше мачты. После чего сел на украденный транспорт и уехал. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова